Приехал на интервью, а встретили полицейские. История с обиженными садоводами получила неожиданное продолжение. На горячую линию ОТВ позвонил директор строительной фирмы, которого безуспешно разыскивают жители Челябинска. Мужчина согласился на интервью, чтобы спасти свою репутацию, но прямо во время записи появилась полиция. Светлана Свечкарева с подробностями. Все происходит прямо возле здания медиахолдинга ОТВ. На связь с нами сегодня неожиданно вышел директор строительной фирмы, которого разыскивают челябинские садоводы. Мужчина боится, что они испортят ему репутацию, поэтому хочет дать интервью. Давайте послушаем фрагмент беседы с ним. Я действительно не скрываюсь. Почему телефон выключен? Тогда все телефоны, фирма... Не знаю, у меня телефон работает, и все, кому надо, до меня дозвонят. Ну вот вчера мы лично звонили, позавчера звонили. Я не знаю. Ну так совпало, да? Мне смс не приходили, чтобы звонили. Ну, видимо, так совпало. Напомню, вчера на горячую линию телеканала ОТВ обратилась жительница Челябинска. Наталья утверждала, что заказала садовый домик фирме этого человека. Отдала авансом 80 тысяч рублей. Но тот, проигнорировав все сроки, домик ей так и не построил. Наталья утверждает, директор от нее скрывается и на телефон не отвечает. Вот, собственно, как комментирует произошедшее сам директор этой строительной фирмы. Действительно, в компании произошел небольшой сбой. Я подробностей не буду говорить. Наверное, такое бывает. Я предприниматель 7 лет, и, честно говоря, у меня это первый раз. Просрочки по договорам было около 20 договоров. Сейчас осталось 6. Поэтому, насколько я могу, я выполняю свои обязательства, и эти выполню. Нет никаких проблем. Вы готовы добровольно пройти в отдел полиции, дать повторное объяснение и предоставить документы? Перед встречей с директором строительной фирмы наша съемочная группа обратилась в полицию. Силовики появились прямо во время интервью. И тут же увели его в полицейский участок. Сейчас там он дает показания.